Сейчас я хотел бы дать слово человеку, которого, наверное, без какой-то скромности с моей стороны, я все-таки хотел бы назвать одним из своих учителей, потому что именно этот человек вот как-то развернул сознание внутрь себя, своей цивилизации, своего мира, через книги, через работу в различных регионах Евразии, через миссию, через некую этику. Который, мне кажется, очень здоровый, живой. Этот человек известен в Беларуси, да и не только за пределами. Это Юрий Вячеславович Шевцов, известный наш политолог. Я хотел бы ему дать слово. Он и друг Павла, и наш товарищ коллега. Мне кажется, его мнение очень важно и нужно для нас всех. Юрий Вячеславович. Спасибо за добрые слова, но я бы хотел про Евразийский. Я, в общем-то, вряд ли могу быть отнесен к этой философии, но мне нравится в Евразийцах как явление их, во-первых, такая в хорошем смысле отмороженность. Они способны усваивать до сих пор, они не закостенели, они могут ставить какие угодно самые неожиданные, не имеющие рамок цели, задачи и осмысливать то, что последователи других известных нам философий себе позволить не могут. Ну вот, скажем, еще недавно вот здесь и вообще в Минске в основном доминировала в той или иной форме, ну, доминировала философия восточноевропейского национализма, по крайней мере, на таких мероприятиях. А ведь он, по сути-то, шаблонен, он скучный, он давным-давно сформулированный. Там шах рема, шах вправо от понятия родной язык и все. Невозможно вас оттуда выкинуть и вы не можете развиваться в рамках этой философии, осмысливая новые явления, которые национализм в свое время, когда бы канонизировался, просто не знал. Ну, например, космос. Евразийство в этом смысле открытое, не закостеневшее. И в этом плане то, что у нас в Беларуси на интеллектуальном нашем пространстве появилось это явление, оно является благом. Потому что оно, все наше общество, разворачивает к осмыслению тех тем, которые шаблонизированные идеологии на подобии национализма просто не видят, не хотят или даже запрещают осмысливать. В этом плане я себя, хоть и не отношу к юразистам, но очень-очень их отопряю за их появлением здесь. Другое, или следующее. У нас сегодня, мы живем, ну, как минимум уже шесть недель, в новую эпоху. Она уже, да, прежняя эпоха, не вернется. Чем бы ни закончилась война в Украине, и что бы там ни было дальше, эпоха новая началась и будет теперь она долго-долго. И в рамках этой новой эпохи перед той цивилизацией, к которой мы принадлежим, стоят новые задачи. Ну, например, управление климатом, опираясь на собственные ресурсы и возможности. Или выход в космос, опираясь на собственные возможности. Или, например, создание своего стандарта, технологического стандарта во многих-многих отраслях науки и особенно технологии производства, хотя бы в силу того, что нас отсекают санкциями и другими мерами от доступа к уже существующим стандартам и технологиям. Вот это все надо осмысливать. Это все надо осмысливать, опираясь на собственную почву, на то, что у нас есть и не может быть отнято. В этом смысле я хочу рассказать в двух словах разговор на эту тему в Китае. У меня была возможность общаться с выдающимися китайскими коллегами. И в какой-то момент мы стали обсуждать, в чем может состоять научно-технологическая пирамида Китая, противопоставляемая научно-технологической пирамиде англосаксов. Ну, раз Китай пошел на конкуренцию, а то и на конфликт с доминированием англосаксов, значит, и это должно отразиться и в научно-технологической пирамиде. И в ходе обсуждений, когда меня спросили высказать свое мнение, я сказал, вы знаете, вы должны положить в основу этой своей версии, этой пирамиды глобальной, то, что у вас нельзя украсть. Мне сказали, что... Я говорю, ну, то у России нельзя украсть ее пространство. И так или иначе Россия будет ложить в основу того, что она несет в миру, элементом этого нового будет осмысление больших пространств. Там, англосаксы, это обязательно море, чтобы мы не говорили, а не было, это морская цивилизация.